Я читаю книгу пророка Иеремии, 52 главу. Сидекия был двадцати одного года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме одиннадцать лет. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в девятый год его царствования, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Сидекии. В четвертом месяце, в девятый день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подли царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем, и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Ямав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский в Вавилон, и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В пятый месяц, в десятый день месяца, это был девятнадцатый год царя Навходоносора, царя Вавилонского, «Пришел на Вузардан начальник телохранителей, предстоявший перед царем Вавилонским в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан начальник телохранителей выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан начальник телохранителей оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которые в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли, и блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фемиамники, и кружки, Что было золотое, золотое, и что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море, и двенадцать медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы эти были каждый столб в восемнадцать локтей вышины, и шнурок в двенадцать локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в четыре пальца. И венец на нем медный, а высота венца пять локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам девяносто шесть, всех яблоков вокруг сетки сто. Начальник телохранителей взял также Сирайю первосвященника и Цефанию второго священника и трех сторожей порога. И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и семь человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и главного песца в войске, записывавшего в войско народ земли, и шестьдесят человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, земле Ямаф. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навузардан. Седьмой год. Три тысячи двадцать три иудея. В восемнадцатый год Навуходоносора из Иерусалима выселено восемьсот тридцать две души. В двадцать третий год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев семьсот сорок пять душ. Всего четыре тысячи шестьсот душ. В тридцать седьмой год, после переселения Иоакима, царя иудейского, в двенадцатый месяц, двадцать пятый день месяца, явиль Мерродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома. И беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его.